Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Ну что ж, представляю вашему вниманию свой влог. Давайте сразу о наболевшем, об обуви, которая вызвала очень-очень много дискуссий в комментариях. Многие меня спросили, как я буду компоновать. Ну, в общем-то, вот так и буду компоновать. На самом деле, сегодня я получила большое количество комплиментов, но об этом чуть дальше. Как я люблю говорить, в Паду всегда прекрасно. Раньше я в Паду выезжала часто, но в основном ходила по магазинам. Теперь же я действительно гуляю и вижу большое количество интересных вещей, интересных событий и красивых людей также. Тридстайл, который я сняла, я вынесу в отдельное видео. Хочу сразу сказать, что было очень много красиво одетых людей, потому что сегодня воскресенье и люди гуляют. Чуть позже я покажу вам площадь, которая непривычно пустынна, потому что, конечно же, в воскресенье нет рынка, отдыхают все, как покупатели, так и продавцы. И площадь очень красивая, точнее, это несколько основных площадей, как и в большинстве итальянских городов. Это площадь в нашем случае, площадь фруктов, площадь овощей. Я знаю, что в Венеции есть также площадь рыбы, традиционные места, где продается тот или иной характер продуктов. Наши дети очень любят выезжать в Паду, также по той причине, что всегда они заходят в Тайгер, что-то себе покупают. И также потому, что, ну, во-первых, всегда дети любят куда-то ездить, на что-то смотреть, и события вокруг себя, двусорные, впечатляют. Но также потому, что, да, мои голодные дети, конечно же, в воскресенье получают возможность поесть не на маминой кухне. В прошлом видео, в прошлом году, я знаю, зрители удивили вот такие ленты, и также удивил серпантин, а также то, что мы называем, да даже не знаю на русском, как это называется, здесь это называется кориандули, это не что иное, как атрибут, конечно же, уже прикарнавальный. И уже очень многие дети наряжены, и дети как раз-таки и разбрасывают, разбрасывают всю эту атрибутику, и никто не против. Некоторые местные жители меня уже узнают, настроены очень-очень доброжелательно, мне, конечно же, это очень приятно. Кстати, многие уже знают, что я предпочитаю делать фото в движении, и многие прямо-таки не останавливаются, но видят, что я их фотографирую. Недавно я сказала, точнее, анонсировала, что я была в магазине, на самом деле я зашла погреться, но мне нужны были также контейнеры для игрушек, я решила присмотреть, что и как, и почем. И вот здесь я вам показываю очень интересную вещь, которую я увидела только в Италии, потому что в Италии действительно часто сквозняки. Это вот такие игрушки, наполненные, как правило, песком, которые очень-очень удобны, и ими можно фиксировать дверь. Очень удобно, потому что ногой отодвигаешь, ногой придвигаешь, не царапается пол. Вот, кстати, корзины, на которые я положила глаз, но поняла, что они будут очень высокие для детей. И признаюсь, изначально я скептически относилась к такой своей гипотетической покупке, просто потому что я против различных систем хранения. Я много раз говорила, что пустое место пустым не бывает, всегда будет заполнен тот или иной контейнер, та или иная корзина, хотя действительно эти вещи очень часто, как нам кажется, на самом деле, как нам кажется, могут украшать наше жилище, но в итоге все это хорошо и уместно смотрится на витрине какого-нибудь магазина либо в каком-нибудь выставочном зале. А когда мы пронесли все это домой, это очень часто теряет свое очарование. Вот, кстати, качеля, о покупке которой мы задумывались много-много раз, но в итоге отказались, потому что съемная часть у этой качеля, она очень большая, вот прямо-таки эта корзина, в которой можно качаться, она сделана из материала, который нельзя оставить на зиму, и, соответственно, нужно заносить и где-то все это хранить, перемещать, и, в общем-то, это из разряда вещей, которым ты в итоге будешь служить, которые в итоге ты будешь обслуживать. Уже рассказывала про подобное ведро, одна зрительница сказала, что эта система очень и очень удобная. Я ее нашла, если я не ошибаюсь, за 9 с небольшим евро, возможно, за 12, сейчас я покажу цену. Поэтому, в общем-то, поскольку был получен хороший отзыв, да, вот столько в итоге стоит со скидкой 48%, возможно, это вещь, которая облегчит вам уборку. Как всегда бывает в этих магазинах, ты видишь очень много милых, классных, хороших, как кажется, что все эти вещи удобны и облегчат твой быт. И, на самом деле, очень трудно уйти без покупки. Вот какие-то бутылочки, конечно же, я подумала детям купить, они часто на прогулке у меня хотят пить, на море, а, кстати, вот для моря. И для моря я присмотрела также такую тележку, она очень, у нее очень хорошие колеса, я с подобной тележкой хожу на рынок, но подумала, что, наверное, на море вот как раз-таки такая тележка, охлажденные напитки, какие-нибудь фрукты возить будет хорошо. Но, на самом деле, из таких магазинов очень трудно выйти без покупки, но я смогла, просто потому что у меня, конечно же, не было денег, я зашла, я зашла погреться. Но одну вещь все-таки мы заказали, об этой вещи я думала уже очень и очень давно, и это системы для хранения обуви. Когда мы делали ремонт, я искала подобные системы, скажем так, в более качественном исполнении, в более дизайнерском исполнении, если так можно сказать. Но я поняла, что никто не занимается производством, по крайней мере, того, что связано с хранением обуви. Найти что-то красивое, качественное и даже дорогое, я была готова потратить, цены практически невозможно. И в итоге мы купили некую мебель из ДСП, вот эта скамейка, она для детей, там два уровня для того, чтобы хранить обувь, а сверху открывается ящик, и там дети будут хранить свои головные уборы. А это то, что мы собрали. На самом деле, собирали мы прямо-таки все выходные, влога выходных, и поэтому я показываю, что было, что стало. И я могу сказать, что я подобную систему для хранения никому не рекомендую. Туда не встала ни одна мужская пара обуви. И мои, вот, например, знакомые многим туфли, наподобие мужских, с которых отклеился каблук, они тоже, ну, практически не вставали, потому что высокая обувь, вот она никак не встает. Встают только балетки, низкие макосины, и посмотрите, как интересно остается вот такое пространство. Я не совсем поняла, как рассчитывали проектировщики этой мебели пространство, потому что вот прямо-таки на одну, ну, вот как я в итоге зеленые, точнее не зеленые, рядом с зелеными, оранжевые балетки, что называется, пристроила, по-другому не скажешь. То есть, не на одном уровне они хранятся. На самом деле, недовольна я этой системой хранения, но только когда мы ее собрали, мы поняли, мы поняли, что это того не стоило. И у меня, кстати, осталось вот столько обуви. Мы с мужем поменялись, я отдала ему, я отдала ему другую мебель, потому что его обувь никак в эту систему хранения не помещается. И в итоге получилось, как получилось, у меня образовалось вот такое количество лишней обуви. Недавно я рассказывала, что я купила спирулину, и я сделала самый обычный салат из капусты, немного яблока, добавила спирулины. У меня на глаз вывалилось много, больше, чем 10 грамм рекомендованных. Могу сказать, что спирулина на вкус мне очень понравилась. Вообще, у меня было ощущение, что я ем водоросли, я к ним привычна, потому что я выросла на Сахалине, и там, благодаря корейцам, мы часто ели водоросли, морскую капусту. И могу сказать, что мне очень понравился вкус спирулины. Возможно, если вы не привыкли к йодистому оттенку во вкусе, вам будет непривычно, но в целом могу сказать, что все достаточно терпимо. Ну что ж, вернемся в паду, и немного стрит-стайла вам покажу, забегая вперед. И на самом деле, это стрит-стайл, который я отсняла на основных площадях, которые прекрасны, которые прекрасны, потому что сейчас нет рынка, и все отдыхают, и площади, ими можно полюбоваться, ими можно насладиться. И на самом деле, мне часто говорят, что я снимаю не местные жители, которые фотографируют, но это очень часто местные жители, которые просто фотографируют красивую падую, когда у них есть возможность увидеть ее вот такую совершенно свободную от рыночных рядов. Этот стрит-стайл я включила не случайно, потому что шляпы. Шляпы – это то, на что я обращаю внимание, и я вижу шляпы очень часто. Я не совсем понимаю, их раньше носили, я не обращала внимания. Хотя, кстати, я, когда начала записывать канал, обращала внимание, что я сама люблю шляпы, всем рекомендую их носить. И однажды, когда мы с детьми ездили в Милан на детский кастинг, я сказала как раз-таки, что Милан меня поразил тем, что там было большое количество женщин в шляпах. И, наверное, шляпы раньше не носили, раньше, то есть, наверное, год назад примерно. А сейчас носят, и мне это очень нравится на себе, а также на других. Носите, если вам нравится. Что ж, белое пальто снова в фаворитах. Повторюсь, оно войдет совершенно точно в тренды, которые я считываю, находясь на улице, смотря на красиво одетых людей. Опять же, шляпа. Посмотрите, как интересно и красиво смотрится пальто и шляпа. А вот с этой героиней стрит-стайла связана вот такая интересная история. Я стала ее снимать, она заметила, чтобы она не переживала, я спросила разрешения сфотографировать собачку. Я сделала комплимент ее питомцу, а она сделала комплимент моей обуви. Она сказала, я смотрела на вашу прекрасную обувь. Я сказала, большое спасибо, но вы знаете, мой муж, это действительно правда. Когда мой муж увидел меня в этой обуви, он спросил, о боже, откуда это, что это. И с ней был ее спутник. Он сказал, вы знаете, я согласен с вашим мужем. На что она сказала, нет, вы, мужчины, не правы. Мы посмеялись. Я сказала, ну да, мужчины, конечно же, ничего не понимают в том, что касается красивой обуви. И в этот момент как раз-таки подошла моя семья, и они обменялись, обменялись шутками. Хочешь потрогать? Ну, конечно, такие шикарные. Габри, тебе тоже понравились, да? Да, почувствующие шипы. Ну, это такая красотища, видите, сколько сокровищек. Мы для одну сокрови. Ну, нет, одну не надо. Папану! Ну, потому что сокровищка. Дочка, это отборки. На самом деле, даже у этой сценки есть предыстория. Мои дети, когда я села в машину, не видели мою обувь. Они увидели ее первый раз, вот как раз-таки в тот момент, когда я ее записывала. И первый Габриэль сказал, мама, какие у тебя красивые туфли. Да, Падуя немноголюдно, Падуя, Падуя прекрасно. Хочу показать вам вот такие носочки. Их я уже показывала, но я снова зашла греться в Тенезис и нашла носки, которые, по-моему, выглядят очень похожи на носки, которые продаются в магазине Прада. Все время забываю посмотреть, сколько такие носочки стоят, но не меньше 100 евро. Совершенно точно. А вот эта ужасная юбка в стиле Пэтчворк, на самом деле, я ее рассмотрела вблизи. Она как-то, знаете, очень неаккуратно сделана. Она стоит 1100 или даже 1300. Я вот сейчас показывала цены, сама не успела рассмотреть. А это магазин Миу-Миу. И вот эта юбка, ну она красивая, да, в плесе все очень хорошо. И этот принт, это не что иное, как надпись Миу-Миу-Миу-Миу, чтобы все знали, чтобы все понимали, что эта юбка стоила 1100 евро. На самом деле, я люблю качественные, дорогие вещи. Но, на мой взгляд, в случае Прады, Миу-Миу, здесь есть какой-то перебор с ценой. Хотя, может быть, я просто давно не обращала на это внимания. И да, нельзя не признать, что в нашем мире вещи стоят ровно столько, сколько мы готовы за них платить. В то время, как мы должны понимать, что стоить они должны. Столько, сколько было потрачено труда на их производство, а также материалы. Будем надеяться, что качественного. Ну что ж, вот такая прогулка по Паду и у нас получилась. Я отсняла, повторюсь, огромное количество красиво одетых модников и модниц, но вынесу это в отдельное видео. С вами же на этом прощаюсь. Желаю всем хорошего воскресного вечера, потому что это видео я уже монтирую вечером. Увидимся, услышимся в понедельник. Всем хорошего, хорошего начала недели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok